Всем привет! Вы на канале Огород Бабы Кати. Сегодня я буду приводить в порядок свой цветник. Здесь у меня растут хосты, но я сделала неправильно и положила только черный материал под щебень. Поэтому у меня все зарастает травой, трава пробивается. Тем более одуванчики. Это будет не дело, когда хосты проклюнутся. Поэтому я сейчас полностью все-все-все буду переделывать. Для начала убираю все вот эти вот камни, щебень и потом будем делать красоту. Так вот, я почистила, все убрала. Теперь нужно это все дело обкопать по кругу свои хосты. Я сажала хосты три года назад здесь. Когда изначально я посадила сюда хосты, они были очень маленькие. Поэтому я сейчас все это дело обкопаю по кругу. Когда я делала эту клумбу, многое не учла. Поэтому сейчас уже на своих ошибках учатся. Поэтому сейчас сделаю как надо. Обкапываю прям по кругу вилами. Здесь у меня вообще в этой клумбе очень плохая земля. Потому что здесь копали канализацию. И здесь у меня и камни, и все. Поэтому то, что тут было три года назад, был кошмар. Так, после того, как мы все сняли, выделили, я выделила хосты, где они у меня тут растут. Теперь в каждый круг ставим бордюрную ленту. А низкую не делайте, низкая неудобно. Так, теперь берем бордюрную ленту. Лучше всего брать высотой, вот ширина у меня бордюрной ленты 10 сантиметров. Я взяла 12, пришлось 2 сантиметра отрезать, потому что слишком она высокая получается. Нарезали, замерили диаметр, потом взяли, закрепили степлером по мебели. Вот таким вот закрепили, молоточком постучали, чтобы здесь все было забито. И теперь вкручиваем это все в землю, где-то на сантиметр, на два. И присыпаем земелькой. Музыка. 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 Бордюрной лентой ограничили, я ограничила свои хосты. Не хватило мне ленты 10 метров, поэтому пришлось купить еще одну на 10 метров. Не нашла такую же, пришлось выделить другим цветом. Ладно, ничего страшного. Может быть так и будет нормально. Теперь раскладываем целлофан. Обязательно, не разложите целлофан, будет как у меня, потом трава расти. Раскладываем целлофан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы уложили целлофан, потом уложили черный укровной, вырезали круги. И я сначала хотела вот эти кусочки ткани, которые у нас лишние, хотела их обрезать. Но потом подумала, что я, скорее всего, сейчас буду засыпать щебень, и вот эти лишние куски ткани, которые торчат, прям заправлять за щебень. Вам как удобнее. Можете их обрезать, эти кусочки, и не заправлять за щебень. Но я думаю, это будет двойная работа. И вот так вот сейчас буду засыпать щебень. Конечно, в этом деле щебня жалеть не стоит. Лучше слой щебня должен быть два-три сантиметра. Я сейчас положу, сколько есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая клумба у нас получилась. Уже всходят хосты, сходит папоротник у меня здесь растет. Так, единственное, у меня не хватило два ведра щебня, чтобы нормально доделать ее. Здесь небольшие проплешины есть. Но это все поправимо. Еще хотела сказать на видео, что я целлофан и черный укровной вот такими простыми спицами прикрепляла, просто из проволоки сделала, чтобы он никуда не ездил. вот так вот у нас сейчас все растет. Хосточки вылазят. А край я закрыла, просто вот так вот камни положила. Край. Все. Вот они скоро распустятся. И будет красота. А дуванчик, как всегда. И еще хотела сказать, хосты я подкормила, значит, засыпала сюда перегной сверху и полила 2 столовые ложки мочевина на 10 литров воды. Вот. Единственное, у меня не вылазят две хосты. Непонятно, то ли замерзли, то ли что с ними случилось. Не знаю. Будет место подсадить другие. Вот. Что я хотела вам показать. Это я пересадила свою гортензию метельчатую. А сюда посадила еще одну гортензию метельчатую. Тоже буду снимать видео, как я ее подкармливаю, чем я подкисляю почву. Вот. Вы были на канале Огород Бабы Кати. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем красивых клумб. Пока-пока.